Девушки отдыхают 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 Довелося працювать, чтобы нас понимали, как на уровне местной и области, так и на уровне учебной закладки, дозвольной системы полиции, которые выполняются консультации, запреты, погоджения и другие бюрократические закладки. Но сегодня первая партия 260 АК-74 и 130 пистолетов ПМ будет передана через районные комиссариаты в учебные закладки. Здесь поставлено логичное вопрос, почему только 30 учебных закладов, почему один из них, как, например, лидер Гадяч. Вимога одна, мы даем учебные заклады в тихи, которые облазнаны к комнате, сохраняя зброи. Это уровень понимания местной власти, значимость этого вопроса. Гадяч понимал, вы, кто тут стоящий, понимали. И еще 338 школ, на жаль, не имеют возможности облазнанных к комнате. Это первая партия. Я думаю, в этом году в второй половине, при находке актов соответствующих к комнате, будет еще одна партия. И мы на этом не остановимся. Сегодня захват мог не отбудиться без участия многих небайдужих посадовых осіб. Всех гелок власти. От народных депутатов Украины, депутатского корпуса областной ради, Державной администрации, Департаменту освяти, Ну и, конечно, районных администраций, районных отделов и, конечно, небайдужих директоров школ и инициативных выкладчиков предметов защиты в общественном. Тому дозвольте надати слово від депутатского корпуса Полтавской областной ради, Який, до речи, посвідомо примав позицию як в особи постійної комісії по освиті, Так и заступника областной ради Анатолія Ханка. Но сегодня хочу надать слово голове областной ради 6-го скликаня 2014-го, Участнику АТО, який, действительно, бачить, что такое ненавченые бойцы на фронте, Він это бачит на свои очи. Запрошу до слова Петра Васильевича Ворона. Шановное Теориство, шановні побратимы, шановные административные коллеги, Мне, конечно, приятно быть на этом заходе, только через то, что, правда, Нарешті в Україні почала реально відновлюватися справа якраз подготовки молодого покоління До захисту війчизни. И первое, я хочу подякувати не только вам, а тем людям, которые тут присутні, Тим, которые приклали максимум усилий, чтобы у школах або были збережены кімнати для збирания зброи, Або зараз их відновили. Люди моего поколения памятают, как мы проводили збори, Как у нас была до призвана подготовка, как мы выезжали, рили окопы, стреляли, Как ездили військовые частини. И когда мы шли уже в войско, то, конечно, были подготовлены. И тут, правда, военком сказал, что есть реагерация, Когда я служил в 79-м аэромобильной бригаде, Потому что проходило очень много хлопцев, которые вообще не служили. Мы вошли из-за минометного обстановления, потому что им было интересно, как разорвается мина, Как она разлетается, и требовало уже шкирку затягать назад, Або лягав порядок с ними, навчали, как стрелять, как, взаимодействовать. Потому что много больших добровольцев, которые в армии не служили, И они тогда считали, что это им не нужно. Но когда наступил тяжкий для Украины час, они пошли захищать свою Батьковщину. Мы эту справу восстановим, и великая вам честь и хвала. Я хочу вас приветствовать, прежде всего, от комиссии областной рации с вопросом обеспечения. Потому что мы не разу поднимали это вопрос. И принимали программу військово-патриотичного вихования, На основе которых можно разговаривать районные программы. И там тоже закладывать кости для восстановления таких кабинетов. Мы подняли вопрос о проведении конкурса на лучший кабинет військово-патриотичного вихования. И взяли на лучшую школу патриотичного вихования. Я думаю, что многие из вас принимали участь в этом. Поэтому максимально принимали участь в том, чтобы стимулировать программу измагания джура. Но знаете, есть одна вещь, за которую мы сейчас не выполнили. И тут есть представители областного управления области. Мы должны обязательно создать филеи військового ліцея, которые есть в Кремечузии. Или создать самостоятельные ліцеи. Хотя бы у Гадячей Гетьманской столицы. Потому что там была школа для ребят, которые хотят служить в армии. Офицеры. Их хотят служить в национальной безопасности. И так далее. Чтобы это был військовый ліцей. Я считаю, что такой ліцей должен быть в Лубнах. Або мирно. И обязательно. Потому что сейчас желающих много. Пройти эти вишки. И слава Богу, что профессия військового, захистника вещества, набирая больше и больше популярности. Поэтому я щиро дякую вам. Щиро дякую військомату. И я думаю, что это только начальник. И враг знает и знает, что Украину на колено не поставить никогда. Живе очень серьезная нация. Украинская козацкая нация, которая умеет себя защищать. И единственное, что я переживаю, там Котелевская школа имени Копака, что они в партизанские зброи не пошли. Потому что там очень хорошие партизанские традиции. Коллеги, я еще раз вас всех приветствую. Как депутат, как участника ТО и как педагог. У нас с вами еще много работы. Нам нужно инициировать перед бейсцевыми областными органами влади. Я для себя визначаю несколько направлений. Я думаю, что органы влади понимали, что, хай они изменятся, мы остаемся на месте, мы добьемся. Мы планируем подачу удосконаления научной базы, повернение стрелецких пир, повернение смуг перешкод, повернение стройовых платежей. Это все будет в школах. Передбачение местных программ на закупку військовой формы. Викладание должно быть в військовой форме этого предмета, однозначно, но не за счет ученых, а за счет местной влады и костей в предбаченных программах. Створение центра військово-патетического вихования, как коммунальных заходов в районах и областного центра. Рано или поздно, это будет, и мы до этого дойдем. Я верю, что спальными усилиями мы с вами все подолаемо, и победа будет за нами. Зараз захід на этом будет закончен. Продолжение следует...